Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия, успеха, старое самопознание». С вами Наталья. От всей души благодарю всех тех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, пишет комментарии. Огромное-огромное вам за это спасибо. И большая благодарность всем тем, кто делится со мной щедро подарками, отправляет мне донаты. Низкий вам за это поклон. Большая благодарность от меня. Сегодня предлагаю раскрыть тему расклада, его мысли и чувства к вам в сегодняшнем дне. Зададим чуть больше вопросов, не так, как обычно. Постараемся. Есть некоторые каверзные вопросы. Попробуем разобраться. Итак, подумайте, пожалуйста, сейчас о том человеке, который вам сегодня интересен. Представьте его, визуализируйте, отбросьте все ненужные мысли. Они сейчас вам абсолютно не нужны. Произнесите его имя, дату рождения. Подумайте о нём хорошо. Вспомните черты лица, походку. Всё, что вам поможет сконцентрироваться на данном человеке. Зададим вопросы и, конечно же, получим на них, как говорится, откровенные ответы. Итак, каким он сегодня себя видит? Какой он сегодня, ваш загаданный человек? Вообще, о чём думает? Какая сфера жизни его больше всего интересует, волнует? Есть ли мысли о вас? Если есть, конечно же, то какие? Кто вы для него в сегодняшнем дне? Есть ли чувства к вам? Если есть, то какие эти чувства? Что он сам думает о своих чувствах к вам? Что он сам думает о своих чувствах к вам? Следующий вопрос. Чего ему не хватает для проявления к вам? Может быть, что-то мешает, да? Такое тоже может быть. Его истинное намерение относительно вас. Истинное намерение относительно вас. И вообще, какое решение он принял по поводу ваших отношений. К чему стремится. И некая подсказка для вас от высших сил. Давайте будем с вами раскрывать, смотреть. Раскрывать, смотреть. Итак, каким сегодня себя видит человек? Нерешительный, честно говоря. В двойственности. Не может определиться, не может сконцентрироваться человек. Давайте будем больше подробно. И, кстати, он по этому поводу очень сильно переживает. Его это волнует. Безусловно, возможно, человек не спал сегодня ночью, как вариант. Однозначно, его что-то гложет, за что-то он переживает. Не может найти конкретного решения. Возможно, это будет касаться денежной сферы. Возможно, это будет касаться его работы. Возможно, это касается передвижения его. То есть он должен успевать везде и, скорее всего, где-то что-то не ладится. И из-за этого человек очень сильно переживает. Кем он себя сегодня видит? Неуверенным в себе человеком. Боязливым. Даже я так могу сказать. И кем он сегодня себя еще видит? Уставшим, честно говоря. Уставшим. И как-то... Знаете, идет у него даже какой-то душевный надрыв. Не очень, не очень хорошо он себя видит. Нет уверенности. Возможно, даже в завтрашнем дне. Хорошо, давайте посмотрим, что у него сегодня в мыслях. Человек закрывается. Человек пытается себя понять. Возможно, других людей понять. Уходит в себя. С одной стороны, где-то обороняется. Пытается себя как-то уравновесить. Пытается, знаете, такое ощущение, ему срочно нужно оградить то пространство, в котором он находится. Он пытается найти решение. Но опять-таки, я повторюсь, человек сегодня немножко не в состоянии, не в состоянии рационально даже думать. Потому что им больше овладевают некие сомнения, смятения, нерешительность. Человек на самом деле в отчаянии. Давайте еще посмотрим, на чем его мысли сегодня. Знаете, он думает, скорее всего, уже, за что мне это все. Это как, то ли он просит благословения у высших сил, да, действительно, он может медитировать. Если, допустим, ваш человек, ну, грубо говоря, атеист, и он ни во что не верит, он все равно, у каждого человека есть некая вера. Даже вера в себя, да, он пытается найти в себе силы, пытается все равно кому-то обратиться за помощью. Я даже так могу сказать, для того, чтобы то пространство, в котором он находится, те люди, которые рядом с ним, то мировоззрение, которое он для себя создал, оно, знаете, такое ощущение, что где-то разрушается. Вообще разрушается человек как-то внутри себя. Но и это влечет за собой последствия. Человек не дает стабильности ни своему миру, который он создал, да, вокруг себя, ни тем людям, ни социуму. Скорее всего, не коллегам по работе. У человека, честно говоря, вот он уже, знаете, в изнеможении и просит высшие силы, чтобы они ему помогли. Возможно, у человека действительно идет какая-то черная полоса в жизни, как вариант, да, черная полоса. Но, может быть, не совсем везде, как говорится, черным-черном, может, где-то есть и серый цвет присутствует. Но, когда мы находимся в девятке мечей, знаете, такое ощущение, что нам все плохо. И мы пытаемся от кого-то защититься. То ли он пытается защититься от самого себя. Потому что по девятке мечей, знаете, идет такой процесс, что все равно человек больше здесь будет накручивать собственные страхи. Это не то, что кто-то вот прям его пугает. Нет, он сам себя пугает. Он сам себя взвинчивает. И человек просто думает, когда это все закончится. Когда я смогу, наконец-то, как-то структурировать себя. Собрать чуть ли не по кусочкам. Давайте дальше посмотрим. Есть ли мысли о вас? Есть ли мысли о вас? Да, безусловно, мысли есть. Только мысли эти немножко такого печального характера. Человек вас теряет. И он это понимает. Он это осознает. Вы влияете как-то, понимаете. Вот вы влияете на то окружение, в котором он находится. Вы влияете, может быть, напрямую. Может быть, косвенно на его жизнь. Но вы знаете такое ощущение, как добавляете масла в огонь. И вот то, что с ним происходит, внутреннее какое-то разочарование, внутренняя нестабильность, неуверенность в себе. Вот вы здесь тоже как-то играете какую-то роль. Вы присутствуете в этом его конкретном изменении. И человек не может определиться, чего он вообще на самом деле хочет. Потому что, еще раз повторюсь, он погружен в свои собственные страхи. Когда мы находимся в таком психологическом надрыве, мы вообще не понимаем действительно, чего мы хотим на самом деле. Давайте еще посмотрим, какие мысли о вас. Он теряет солнышко. Он теряет некую радость в своей жизни. Он знает, что вы человек очень добрый, очень светлый. У вас очень широкая душа. Вы энергетически такая мощная. От вас идет некий заряд, задор. Как хотите. Ну, как бы вот так вот, да? Понимаете. Заряд, задор. То есть, когда с вами человек, в принципе, общается, ему на душе светло, ему хорошо. Он понимает, что он это все теряет. Вы для него очень солнечный, очень яркий человек. Вы для него человек запоминающийся. Вы человек для него свободолюбивый. Может быть, где-то вы для него наивная. Да. Но это ему нравится, понимаете? Некая ваша непринужденность. Вот светлая, чистая душа, понимаете? Это ему у вас нравится. По солнцу не может не нравиться. Солнце – это вообще самый классный аркан, честно говоря, который вот выходит в раскладе. Это всегда положительно. Это всегда, знаете, навевает такое состояние. У меня будет в жизни все хорошо. Я буду счастлив. Вот вы для этого человека счастье, радость. Какая-то безусловная, понимаете, радость. Хорошо, давайте посмотрим следующий вопрос. Кто вы для него? По его мнению, кто вы для него? А вы тот человек, который заставляет его, возможно, работать. Ну, не в смысле. Возможно, даже вы его подталкиваете на какие-то, действительно, достижения в работе. Здесь, да, может быть такое, может такое пройти. Также вы, человек, возможно, помогаете ему работать самим с собой. Давайте дополним. Давайте дополним. Кто вы для него? Вы тот человек, по которому он на сегодняшний день скучает. Вы тот человек, который действительно заставляет его задуматься о многих вещах. Возможно, человек в своих собственных мыслях понимает, насколько вы ему дороги. И ему без вас, знаете, такое ощущение, как свет немил. Ему не хочется ни работать. Он готов вот так вот лежать. Больше ничего не делать, свернувшись калачиком. Это некая, знаете, на сегодняшний день стагнация. Кто вы сегодня для него? Вы тот человек, который повлияли, возможно, даже на какой-то его рабочий процесс. То есть некая стагнация. У него, знаете, по раскладу, сейчас немножко идет, у него нет энергии даже работать. Ему ничего не хочется. Не трогайте меня. Оставьте меня все в покое. Вот так вот вы на него сегодня влияете. Человек очень много думает о вас. Он очень много размышляет. Что вы для него сделали? Что он даже для вас сделал? Какая была произведена работа в ваших отношениях? Он очень об этом задумывается в сегодняшнем дне. Однозначно вы человек, знаете, который его вел, который заставлял его двигаться, работать. Но сегодня, сегодня вы тот человек, с которым нет общения, я могу даже так сказать, потому что пятерка показывает кубков, что вряд ли вы находитесь с этим человеком вместе. И четверка мечей, тем более, это определенная стагнация, это молчанка, это безмолвие, это расставание. Поэтому человек сегодня считает, что вы очень круто влияете даже на его какую-то бытовую жизнь, понимаете? Ему ничего не хочется. Вы тот человек, который застопорили его жизнь. Вот так могу сказать. Кто вы сегодня для него? Вы тот человек, без которого остановилась его какая-то деятельность. Хорошо. Его чувства к вам. Что он к вам сегодня чувствует? Эмоции. Однозначно у него есть к вам страсть, сексуальное желание. Человек горит вами, честно говоря. Человек хотел бы быть с вами в коннекте, в контакте, воссоединиться с вами. Потому что он прекрасно знает, он, когда с вами объединяется, когда вы вместе, когда вы общаетесь, встречаетесь, его внутреннее состояние, оно оживляется. Он получает некую энергию, энергию жизни. И человеку хочется двигаться, хочется что-то творить, что-то делать. Что у него к вам в чувствах? Страсть. Однозначно здесь есть страсть. Давайте еще посмотрим. Страсть, желание, желание встречи, желание влюбленности. Он вас влюблен, возможно, как мальчишка, неважно, сколько ему лет. Он вас влюблен. Это какая-то любовь, которая действительно его может даже вдохновлять, опять-таки говорю, на какие-то его творческие позывы, на совершение каких-то, я не знаю, возможно, даже безумных идей. У него есть к вам влюбленность. Человек к вам неровно дышит. Он к вам испытывает теплоту чувств. Ему с вами хорошо. Его сердечко, как бы, знаете, активно стучит, когда он видит вас при вашей встрече, либо когда вы разговариваете по телефону. Вот здесь у человека, знаете, такой вот трепет, волнение, когда вы, допустим, долго не общаетесь. Да, вот такое вот может у него колебания такие быть внутри, в душе. Человек к вами очень сильно увлечен. Эмоции, эмоции, еще раз эмоции. Эмоции эти хорошие, эти эмоции теплые, душевные. Что вообще сам ваш загаданный человек думает о своих чувствах к вам? Вот такой вот немножко каверзный вопрос, что он думает о своих чувствах к вам. Ну, знаете, я вам хочу сказать, вы его в чем-то закаляете. А в чем вы его закаляете, интересно? В чем вы его закаляете? Смотрите, а вы его закаляете в том плане, то, что он должен бороться. Он должен бороться за свои чувства. Он должен не опускать руки. Если он действительно, как говорится, испытывает к вам эмоции, то он должен бороться за эти эмоции. И он должен бороться за вот эту вот королеву мечей, понимаете? Вы сейчас идете для него несколько в таких жестких энергиях, холодных энергиях. Женщина такая, вот здесь очень рассудительная женщина. Возможно, даже где-то строга. Возможно, даже где-то строга по отношению к нему. И что он думает, что те чувства, которые он к вам испытывает, они вот действительно его закаляют. Они его где-то закаляют. Дают возможность, ну, я не знаю, достигать победы, да? Вот по пятерке жезлов это все равно мы вступаем в какие-то, могу даже сказать, какие-то соревновательные моменты в своей жизни. И мы все равно стараемся их победить. И если, допустим, человек у вас занимается каким-либо видом спорта, да? То это все равно человек стремится именно к победе. Не обязательно, да, что это может быть спорт. Может быть, действительно человек, там у него идет жесткая конкуренция в его бизнесе, да? То вот эти чувства, понимаете, они все равно дают ему силу, силу бороться. Бороться за что-то свое. Отстаивать что-то свое. Добиваться успехов. Вот в этом вы его закаляете. Вернее, чувства к вам взращивают в нем, закаляют в нем вот это вот стремление к победе. Стремление к победе. Достигать чего-то хорошего, совершенства некоего. Хорошо, давайте зададим следующий вопрос. Вернее, раскроем, да? Что ему не хватает проявиться к вам, да? Что, возможно, является препятствием для того, чтобы человек к вам проявился? Смотрите, а здесь человек зажат на самом деле, да? Есть некая зажатость. Интересно выходит. Смотрите, вот сейчас скажу, возможно, это будет не для всех. Возможно, у человека есть какой-то комплекс того, что он как-то вас немножечко недостоин, что ли. Есть такое ощущение, что человек где-то считает, что ему не хватает финансовых средств для того, чтобы он смог вас как-то порадовать, как-то вам дать того, чего вы хотите. То есть он чувствует где-то свою финансовую несостоятельность. Также, смотрите, еще такой момент, если мы не будем привязываться к финансам, да, то здесь человек понимает, что, возможно, он не так проявляет свои эмоции, как вам хотелось бы. По одной простой причине, потому что он закрытый человек. Он закрытый человек. Он свои эмоции, эмоции, он особо как бы показывать, вернее, показывать он, может быть, там взглядом каким-то может показать, да? Но говорить, проговаривать вот здесь вот немножечко вряд ли, что человек на это вот способен. Да, он по пажу кубков, да, у него есть к вам вот эта вот влюбленность, но, скорее всего, человек как-то зажимается, скрывает. Возможно, даже здесь он никогда вам не говорил чувство любви. Я даже здесь вот в этом раскладе допускаю этот момент. Он, скорее всего, даже вам не признался. И вот это его притормаживает, потому что вы человек открытый. Вот смотрите, вы солнышко, да, солнышко всегда открыто. Вы руки протянули к солнышку, у вас грудь открытая, вы открытый человек, а он нет. Он сам себе, он варится сам себе. И, честно говоря, ему от этого ой, как тяжело. Когда человек, допустим, не может раскрыть там свою собственную душу, но не обязательно там каждому встречному, как говорится, нет. Но если человек вообще не может высказать что-то, да, наружу выдать какое-то свое эмоциональное состояние, он тогда будет, у него внутри будет некое самоедство. По-моему, в прошлом раскладе что-то подобное было. Что человек реально может себя кушать изнутри ложечкой. Причем ложечкой. Давайте еще посмотрим, что еще ему мешает или почему, допустим, он не может вам проявляться. Почему он не может к вам проявляться? Ну, здесь все просто на самом деле. У него нету сил. У него просто банально нет сил. Скорее всего, человек не хотел бы к вам прийти весь разбитым, побитым. От того, что человеку тошно, тяжело. И знаете еще, как идет, возможно, он еще не проявляется к вам, потому что он понимает, что он вам мог разбить сердце. И вы закрылись от него. Да. Вот здесь еще вот как второй вариант, да, тоже может такой момент пройти, что человек понимает, что он вам очень сильно, ну, давайте я даже такое слово скажу, нагадил. Потому что по тройке мечей это реально, человек сделал такое какое-то нехорошее дело, такую нехорошую вещь, действие его было отвратительным. Просто так тройка мечей, она не появляется. Это все равно говорит о глубочайшем разочаровании в данном случае в любви, в отношениях. Неверие партнеру. Здесь могло быть предательство. По тройке мечей здесь могло быть жесткое предательство. И, естественно, человек понимает, что сейчас вообще ничего не поможет, чтобы восстановить как-то с вами, ну, более-менее нормальные отношения. Вряд ли. Потому что вы по четверке Пентакли здесь так закрылись. Ну, он тоже, кстати, здесь, он сам по себе, все равно он сам по себе по картам, это тоже можно здесь проследить, что человек сам по себе тоже закрытый. И у него тоже на душе неспокойно. Это нам еще подтверждает девятка мечей. Сердце, девочки, его тоже разрывается. Я понимаю, кто-то из вас, может, напишет, так ему и надо, за что, как говорится, боролись на то и напоролись. Да, безусловно. Но, понимаете, вам от этого все равно не легче. Потому что, скорее всего, вы тоже переживаете то же самое. И вы знаете, что это такое. Вы знаете, что это такое. Хорошо, давайте пойдем дальше. Следующий вопрос, да. Его истинное намерение по отношению к вам. Его истинное намерение по отношению к вам. Ну, однозначно человек хотел бы с вами легкости, непринужденности, счастья, радости, наполнения, смеха. Ну, в хорошем смысле, это когда мы общаемся друг с другом, мы улыбаемся, смеемся, нам хорошо, у нас, как говорится, душа поет. Хотел бы встреч, хотел бы свидания с вами. Каких истинных отношений? Легких свиданий. Давайте я вот вам так скажу. Сейчас, конечно, добавим. Легких каких-то свиданий. Да. Легких свиданий. И человек, знаете, честно говоря, уже как-то готов с одной стороны отправиться в этот путь. Легких свиданий. Ну-ка, он к вам отправляется или он все-таки от вас к вам? Так. Здесь, конечно, двоякое выходит. Девочки, смотрите, здесь человек понимает, что, возможно, ваше отношение, вот, ваш цикл отношений, вот, какой-то вот, вы что-то пережили вместе, да, и это подходит к завершению. И, честно говоря, честно говоря, он бы хотел с вами примириться, понимаете, но дело в том, то, что никто не знает, ни вы, ни он, что может быть дальше. Какое у него истинное отношение к вам? Истинное намерение к вам. Истинное намерение к вам. Человек хотел бы с вами примирения. Но он понимает, что это будет сложно. Очень сложно. И тем более, если, допустим, к примеру, вы действительно как-то с ним уже конкретно расстались, то есть какой-то цикл вы прожили с этим человеком, да, однозначно то, что у вас было, этого уже не будет. То есть нужен какой-то новый формат. Новый формат отношений. Но такое ощущение, что человек... Давайте, кстати, вот в следующем вопросе мы и посмотрим, какое решение он принял. И тогда нам будет все понятно. Какое решение он принял. Ну, смотрите, шестерка жезлов, шестерка мечей. Однозначно человек хочет все-таки с вами примирения и хочет все-таки быть победителем в этой ситуации. То есть он хочет продолжить с вами отношения. Продолжить с вами отношения. Потому что для него вы очень ценный человек. Вы для него судьбоносный человек. Ему без вас очень трудно. Ему без вас очень плохо. Что ты будешь делать тогда для этого? Покажи, пожалуйста. Что ты будешь делать для того, чтобы примириться с теми девочками, девушками, женщинами, которые смотрят данный расклад? Пока он будет подглядывать за вами, наблюдать, что-то изучать. Он еще, знаете, в неком мыслительном процессе. Он попытается к вам как-то робко проявиться. Вообще робко. Ненавязчиво. Сделает какой-то такой некий жест, но он понимает, что он может рискнуть здесь абсолютно всем. Либо он, смотрите, как идет. Либо он вас к себе приблизит, либо он вас окончательно от себя отдалит. Но он настроен на победу. Сразу вам говорю. Он все равно настроен на то, чтобы с вами обратно помириться. Обратно начать отношения. Но такое ощущение, знаете, что эти отношения больше какого-то такого легкого формата. То есть, если, к примеру, у вас были такие просто конфетно-букетный период, допустим, да, постоянно. И уже, допустим, это может продолжаться на протяжении нескольких лет. То он пока-пока такой формат и хотел бы оставить, честно говоря. И вот человек думает, размышляет, как бы ему это сделать. Вот у него здесь будет, знаете, такая ситуация, либо пан, либо пропал. Я что-то сделаю, я как-то проявлюсь, опять-таки говорю, либо человек напишет, либо позвонит, либо... Но я здесь не вижу, что человек готов идти на какие-то уловки по отношению к вам. Ну, то есть, там, манипуляции какие-то. Нет, здесь что-то такое. Здесь такой формат интересный идет. Обмана здесь я точно не вижу. Ему просто очень важно хотя бы с вами как-то начать коммуницировать. Для начала. Чтобы он уже понимал, насколько вы, допустим, на него рассержены, к примеру, да. Насколько вы затаили на него обиду, чтобы он это понимал. Он, возможно, где-то ищет и выискивает информацию. Я не знаю, может быть, книжки по психологии читает. Такой тоже вариант, может быть, именно психология отношений между мужчиной и женщиной, да. Возможно, как вариант. Либо же здесь человек пытается все равно, знаете, получить какие-то новости о вас. Либо через своих друзей, либо через, там, я не знаю, соседей, коллег. Это может быть все, что угодно. Человек может быть здесь, вас четко прослеживаете в социальных сетях. Паш Мичей, он такой немножко, знаете, ну, там есть, конечно, хитрость некая, да. Да, возможно, даже с каким-то нетерпением. Ну, вот его поведение немножко здесь инфантильное, понимаете. Вот вы выходите здесь и солнышком, и королевы Мичей. Он выходит просто пашкубков. Возможно, конечно, человек моложе вас, да, карты здесь показывают. Здесь тоже такое может пройти, но это не обязательно, да. Не обязательно. Но однозначно он у вас влюблен как мальчишка, как мальчишка. И вот он хотел бы, конечно, все-таки примириться с вами. Ему, понимаете, ему важна. Вот смотрите, да, вы в него вселили все равно уверенность победы. То есть человек, где-то вы ему показали, что вот нужно за свое, как говорится, бороться, за свое, как говорится, сражаться. И вот для человека очень важна победа. Вот от пятерки жезлов до шестерки жезлов, да, ему очень это, ну, я не знаю. Пока-пока человек еще разрабатывает. Я не знаю, там дальше, в следующие дни, конечно, мы будем смотреть, как человек будет себя, допустим, проявлять по отношению к вам. Но здесь просто интересно идет такой момент, что пока он, знаете, будет прозондировать почву. Как к вам подойти? А как вы, возможно, реагируете? Если, к примеру, вы общаетесь как с общими друзьями, а он может попросить, к примеру, друзей, ну, пойти на некую такую хитрость маленькую, да, спросить у своих друзей, чтобы они не означает, как бы, упомянули о нем, да, и какой-то вопрос, возможно, задали. А как там, видела, не видела, встречала, не встречала, ну, что-то такое, типа такого, да, и посмотреть реакцию, как вы отреагируете, что вы на это ответите. С агрессией, там, я не знаю, с обидой, с грустью, ну, все, что угодно, да, смотря, какова будет ваша реакция. Вот здесь вот что-то такое прослеживается. Что-то такое прослеживается, хорошо. Хорошо, но человек однозначно, какое он принял решение, он решил все-таки с вами как-то идти на примирение. Давайте посмотрим, подсказка для вас от высших сил в этой ситуации. Так, вот тут нам выходит, смотрите, поднялся человек, да, от пожак рубков до короля жезлов. Давайте спросим, подсказка от высших сил, с чем к вам тогда идет этот король? С добром, как говорится, или со злом? Давайте посмотрим. Ну, он здесь, конечно, хочет быть уверенным, набраться сил, и все-таки вам проявиться, да? Да, подсказка от высших сил относительно. Так, ну, вот здесь вот смотрите, подсказка такая. Скорее всего, вы наделили этого человека теми качествами, которых у него нет. Вот здесь сразу. Вы пребываете в неких иллюзиях по отношению к данному человеку. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Попробуйте посмотреть на него совершенно с другой стороны. Вы колеблитесь, вы очень сильно колеблитесь относительно данного человека. Вот смотрите, он тоже сильно в неуверенности, да? Ну, у него неуверенность из-за того, из-за своих собственных страхов. А у вас здесь идет неуверенность все-таки по поводу неких своих иллюзий, по поводу мечтаний. У вас есть некие розовые очки относительно данной ситуации с вашим загаданным человеком. Где-то вы его приукрашиваете, где-то вы себе создаете картинку той, которой нет вообще в реале. Что-то вы, девочки, себе здесь напридумывали. И высшие силы вам сейчас говорят о том, что не слишком ли вы преувеличиваете качество данного человека. Не слишком ли вы ушли в фантазии относительно данного человека. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Такой вот сегодня получился расклад. Пишите, пожалуйста, как с вами резонирует, как проигрывается. Я читаю все ваши комментарии. И еще раз повторюсь, сердечно благодарю вас за то, что вы уделяете время просмотреть, в первую очередь, данный видеоролик. Данные видеоролики еще плюс написать комментарии. Я вас за это ценю и уважаю. И, конечно же, благодарю за то, что вы помогаете развиваться моему каналу. Если у вас есть какие-то непонятные в жизни ситуации, пожалуйста, обращайтесь ко мне за личными консультациями. Постараемся разобрать все до мелочей, как говорится, по косточкам. Все разберем, и вы уже будете для себя четко понимать, что вам делать в той или иной ситуации. Также подписывайтесь ко мне на телеграм-канал. Здесь вы найдете очень много подсказок именно по саморазвитию. Много нужной и полезной информации. Я с вами надолго не прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.